Обезьяна с гранатой предостерегает, не подрывая себя, выбирает здоровый образ жизни. 250 студентов анапских вузов и среднеспециальных учебных заведений посмотрели на вредные привычки другими глазами. Сегодня краевая акция «Кубань вне зависимости» расположилась в Российском государственном социальном университете. В Анапе акция проводится впервые. Это не разовая акция и не разовое мероприятие. Это системная работа, которая проводится специалистами краевого наркодиспансера с 2012 года. Сегодня мы приехали сюда, большую команду, это специалисты, 14 специалистов краевого наркодиспансера, это врачи, психологи, специалисты по социальной работе. Семь кабинетов, семь разных форм работы. Машина времени с помощью спирометрии перемещает курильщика в будущее. Измеряется поток воздуха на выдохе, функции легких, их жизнеспособность. А будущее у курильщиков печальное. Так, самый известный курильщик Уэйн Макларен, лицо табачной рекламы, умер в 52 года от рака легких. Студенты посетили кинолекторий, участвовали в игровых тренингах, беседах. В холле выставочные стенды наглядно демонстрировали влияние пагубных привычек на молодой организм. Сильным потрясением для ребят стала информация, из чего производятся табачные изделия. Тут очень много было информации, много узнали. Нам рассказали про кальян, как влияют на легкие. Очень хочу, чтобы у нас был край очень здоровый и за здоровый образ жизни. Сама тоже спортсменка, ничего не потребляю и мне нравится. За два года работы специалисты онкодиспансера охватили внушительную аудиторию. Более 40 тысяч ребят от 16 до 20 лет. Ребята призадумались, полистали буклеты и курить не пошли.